Приветствую вас, и самооценка повышается путем осознания собственной ценности, собственной важности, повышения самолюбия, осознания, что вы достойный человек, что вы ничем не ходите других. Как это делать? Во-первых, если вы не получили достаточного количества любви от родителей, от своих близких, то необходимо понять, почему они вам этого не додали. Именно отсутствие достаточного количества любви у родителей, от родителей, повлияло на формирование вашей самооценки заниженной. Они вас не любили, вам кажется, что вы хуже других. Значит, ну надо понять, что они не любили вас, не любили вас, а у них просто были другие проблемы. Они оказались жертвами обстоятельств. В любом случае, чтобы с вами не было, они оказались честными обстоятельствами. И как только вы это поймете, осознаете, пожалеете их, то проблема самооценки будет от черти решена. Потому что вы перестанете связывать поведение ваших родителей с собой. Вы замкнете поведение ваших родителей на себе, на их, на них самих. И не будете переносить их на себя. Что позволит вам считать и совершенно оправдывать считать, что вы такой же человек, как и все другие. Такой же достойный, такой же интересный, такой же индивидуальный и так далее. Ну а что дальше спросите вы? А дальше нужно ставить перед собой цели и добиваться их. Собственно говоря, самооценка повышается, а вера в себя появляется тогда, когда человек преодолевает трудности. Вот вы поставили себе цель, разбили цель на задачу и понимаете, что ее достичь, ну сложно, очень сложно. И вы стараетесь, вы преодолеваете, несмотря на препятствия, вы двигаетесь к своей цели и вы ее достигаете. Что получилось? Цели вы достигли. Это ладно, это один момент. Но вы же еще и трудность преодолели. А значит, значит, стали сильнее, стали опытнее, мудрее, упорнее, целеустремленнее и так далее, выносливее. И вот именно в процессе преодолевания трудностей, вы и будете повышать свою самооценку. А наградой, мотивом, целью будет для вас то, что является предметом ваших желаний. Вот вы сами чего-то хотите, вы предметили это желанием в цель и осуществление вашего желания и будет наградой за то, что вы преодолели трудности. То есть, если так посмотреть, то преодоление трудностей является почти во всех смыслах позитивным действием, позитивной деятельности. Вы одновременно и свои желания осуществляете и тренируете свои личностные качества и укрепляетесь во мнении, что вы способны на всё. И вот это всё вместе и является для вас средством для того, чтобы стать более уверенным в себе. Чтобы сказать, я могу. Ведь неуверенный в себе человек, это который сомневается в своих силах, сомневается в своих способностях. И сомневается он, как правило, потому, что у него нет возможностей и желания их проверить. Проверьте их и всё у вас будет хорошо. Вы моментально поймёте, что вы можете, что нет, и у вас появится уверенность в том, хотя бы, что вы можете. А если вы хотите делать то, что не можете, то это ещё нужно потрудиться. Тут же всё зависит от вашего личного желания. Хотите потрудиться – будет больше. Хотите – оставить в себе как есть. Это ваше право. Но факт тот, что нужно проверять, чего вы можете, чего вы достоин, чего вы стоите. И потому так важно не только ставить цели, соответствующие вашим желаниям. Но очень важно ещё, чтобы задачи, на которые вы разбиваете цель, были выполнены. Чтобы даже промежуточные цели вызывали у вас ощущение, что вы на верном пути. Что вы двигаетесь в правильном направлении. Что вы, как бы, получаете то, что хотите. Вы можете. У вас есть прогресс. Чтобы прогресс постоянно наблюдался. И тогда у вас всё будет получаться. Мотивация для деятельности будет сохраняться. А уверенность только растет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok